Инаугурация Трампа. Когда и как она произойдет? Дональд Трамп победил на выборах, но президентские полномочия получит только через два месяца. Перед тем он должен принять присягу на торжественной церемонии инаугурации. Новости Украина объясняет, как в США формально утверждают победителя выборов, когда состоится инаугурация Трампа и каковы особенности ее проведения. Содержание. Когда состоится инаугурация. Как проходит инаугурация. Меры безопасности. Когда состоится инаугурация. Хотя выборы в США прошли еще 5 ноября, подсчет голосов во многих штатах еще не завершен, досчитывают преимущественно бюллетени, отправленные по почте. Результаты выборов окончательно должны быть установлены, до 17 декабря, когда в каждом из штатов состоится собрание выборщиков, которое отдаст свои голоса непосредственно за кандидатов, в президенты и вице-президенты. 6 января 2025 года члены Конгресса в США соберутся для подсчета голосов выборщиков, это будет окончательным формальным шагом, по утверждению победителя выборов. 20 января 2025 года новоизбранные, президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Дивенс примут присягу и вступят в свои полномочия. Во время предыдущей передачи власти, в 2021 году Трамп проигнорировал инаугурацию Байдена, считая, что победу на выборах у него украли. Однако в этом году такая ситуация не должна повториться. Встреча Трампа и Байдена уже прошла 13 ноября. На ней последний заявил Трампу, что рассчитывает на плавный переход власти в январе. Учитывая, что и действующий президент Джо Байден, и соперница Трампа на выборах Камала Харрис гарантировали мирную передачу власти, никаких неожиданностей во время финализации итогов выборов ждать не стоит. Как проходит инаугурация? Церемония инаугурации проходит в здании Капитолия в США в Вашингтоне, округ Колумбия. Она содержит несколько обязательных частей. Утром 20 января должно состояться утреннее богослужение в церкви Святого Иоанна, напротив Белого дома. После богослужения избранный президент сначала идет в Белый дом навстречу с действующим президентом. После этого он направляется в Капитолий для принятия присяги. Первым ее принимает вице-президент и только потом президент. Далее президент произносит инаугурационную речь, где определяет основные направления своей будущей политики. После церемонии инаугурации бывший президент и вице-президент покидают Капитолий. Их провожают новые лидеры страны. После принесения присяги нового президента проводят в скульптурный зал Капитолия, где проходит инаугурационный обед. По традиции меню составляют блюда, которые представляют родные штаты президента и вице-президента. По завершении обеда президент и вице-президент отправляются в Белый дом, возле которого проходит военный парад. Также вечером проходит инаугурационный бал. Меры безопасности. Церемония инаугурации проходит с соблюдением строгих мер безопасности. Для чего они нужны, показали события 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий, чтобы воспрепятствовать утверждению результатов выборов. Тогда погибли пять человек. Как местные, так и федеральные власти готовятся к 6 и 20 января с учетом уроков 2021 года. Будут установлены ограждения и контрольно-пропускные пункты, перекрыты дороги и улицы и ограничена парковка. В городе Вашингтон дополнительно привлекут около 4000 полицейских. Начальник департамента столичной полиции Памела Смит заявила Fox News, что ее ведомство планирует инаугурацию с середины лета. В США также существует отдельный федеральный орган, занимающийся охраной Конгресса полиции Капитолия. Ее начальник Томас Мангер заявил, что его ведомство поработало над проблемами. Четыре года назад было много провалов в разведке, и сказать, что они были решены, улучшены и исправлены, было бы ничего не сказать, заявил Мангер. По его словам, численность полиции Капитолия была увеличена до более чем 2200 офицеров, все они получили мобильные телефоны и новое оборудование. В конце октября полицейские Капитолия приняли участие в тренинге по борьбе с общественными беспорядками на территории секретной службы, охраняет президента США, редакция, в штате Мэриленд. Также привлечены более тысячи полицейских из 16 штатов. Впрочем, хотя протесты против инаугурации Трампа наверняка и состоятся, они вряд ли смогут существенно повлиять на ее проведение. Напомним, ранее гости Украина, рассказывала, кто войдет во внешнеполитическую команду Трампа и чего ждать от нового госсекретаря, советника президента США по национальной безопасности и директора ЦРУ. При написании материала использовалась информация из открытых источников о порядке проведения инаугурации в США. Публикации USA Today, CNN, Fox News.